приветствую друзья уверена что вы как я очень часто заказываете интернете различные товары и услуги очень удобно избавляет вас от личных телодвижений но зачастую это превращается в форменный обман и потери денег то заказ другой приедет которого явно не заказывали то качество днища в этом видео я вам расскажу и главное покажу на реальных примерах как вас обманывают на маркетплейсах озон валберис и так далее главное дам рекомендации как сделать ваши покупки безопаснее приятнее старые подписчики наверняка вспомнит как я снимала видео про мошенников интернете и различный развод это всегда актуальная информация авансом прошу от вас лайк и подписку на канал если вы еще этого не сделали мне зовут маша рябинина рада видеть всех на своем канале приятного просмотра пару дней тому назад я искала себе поставку под ipad но знаете чтобы я когда готовила смотрела сериалы фильмы не подарили ipad я подумала ну почему бы заодно сразу и не подкупить поставку для него поиски в яндексе привели меня на сайт валберис и там как раз была подставка мне чертовски понравилась вот эта подставка во первых что мне понравилось мне это дизайн и стиль отдаленно эта ножка напоминает ножку моноблока apple а во вторых посмотрите какое качественное железо аккуратная контовка чуть ли не сам иисус лепил кроме того двухмиллиметровая нержавеющая сталь заявлено в описании и цена более чем приемлемая но это ладно для меня куда важнее качество визуальный вид сразу хочется вот добавить в корзину оплатить у этого уважаемого продавца но на месте площадке забанила данного продавца вы спросите что не так я вам дечу без проблем я молчу что картинки спи*** с официального сайта производителя это ладно хрен с ним а вот отзывы дадут куда более развернутый ответ предлагаю вам их почитать сейчас и сделать кое-какие выводы для себя но пожалуйста не читайте первые 10 а то и 20 отзывов не мне вас учить как набить положительные отзывы об услугах или на товары вот к примеру оля написала 31 марта в 250 значит оля пишет вместо оригинала дальше идет название бренда привезли какую-то неизвестную поделку при отказе от товара нагло взяли деньги за доставку подделки поясняет ольга и следом она дополняет ничего себе бизнес на самом деле к оле у меня возникло целый ряд дополнительных вопросов но об этом чуть позже она приводит качестве доказательства фото сайта вв и что ей вот в итоге прислали предлагаю вам посмотреть на это на эти фотках отчетливо видно что поставка но явно другая я понимаю что вы сейчас скажете что она сама виновата так и есть кто спорит но у меня сгорелось другого что человек негодует из-за того что за доставку взяли оплату и за отказ уважаемая оля вы хотите чтобы вам доставили бесплатно за спасибо это так не работает еще можно было посмотреть сколько реально это стоит подставка оле еще и бренд назвала значит она должна быть курсия настоящей цены подставки для меня ребят это реально новый опыт у меня был когда-то ipad но был очень давно я в брендах не шарю в отличие от пользователя который заказал подставку я в душе не чаю что есть что и обычный обыватель обыватель который наткнулся на привлекательную рекламу не просто подставка пригнулась я решила заказать то вовремя пробила информацию передумала ясен хер что подставка брендованная не может стоить полторы тысячи когда на официальном сайте на сто четыре пять тысячи зеленых всего пять минут у меня заняло знаете у меня уже чулка я всегда гуглю пожалуй хороший навык которым не обладает 70 процентов и в интернете не подумайте я не защищаю продавца я напротив желаю ему скорейшего закрытия и чтобы у него не было продаж он просто взял фотки для того чтобы были продажи а по существу присылает обычный китайский ширпотреб под видом брендованной вещи которому красная цена рублей 200 на алике можно заказать такую же подставку и потом на вб и озоне продавать как оригинал давайте почитаем остальные отзывы екатерина значит пишет не знаю по своей на воле поставила такую оценку или за деньги но судя по всему ее все устраивает до ставка которая силы 200 рублей стоит и взяла за полторы тысячи отличная подставка внешний вид и функциональность заявленная продавцом спасибо за оперативную доставку пишет екатерина не знаю какой функциональности тут идет речь это просто обыкновенная подставка не более того и внешний вид которая в отзыве будто его достали соседней мусорке у дома но вы же видите что на совсем другая металл говно кривизна есть логотипа нет даже слепой заметит сильные различия сход товара с вб между реальными и по прошлым снимкам вы видели в какой отвратительной упаковке пришла сама подставка мне кажется что если на нее поставить тяжелый планшет она просто согнется пополам если people хавая тут ничего не поделать почему бы и не продать говно под видом известного бренда кстати я у продавца в лоб спросила что подставка оригинал или нет но в б есть такая функция чата и вопроса товарю продавца он меня завел что это точно оригинал а не подделка я ради интереса зашла на озон и посмотрела вдруг там что-то интересное есть била наушники airpods оригинал сразу вылезли наушники за тысячу рублей но самое кринжовое что и там нашлось полно дурачков которые заправду думали что наушники которые стоят 15 тысяч рублей можно купить всего лишь за тысячу вы серьезно хотели наебать мир в итоге наебали вас и некоторые особо одаренные даже пишут что отличный звук интересно будет через пару месяцев услышать их мнение насчет этих наушников если конечно их уши к тому времени еще не отвалятся и эти отзывы могут тоже оказаться накручены вполне себе причем эти товары в тренде находятся на площадках можете сами посмотреть и ужаснуться от происходящего а народу нравится как не посмотреть личное качество пишут на деле полная тухта который не стоит и половина этих денег которые просят продавцы еще и примечательно что подделка может быть и по полной цене вот как пример человек купил наушники за 10 тысяч рублей а в итоге ему пришла китайская поебе которая стоит в рознице на максимум 500 рублей на этом же алиэкспрессе и опять же у продавца и галка есть кроме того положительные отзывы рейтинг продавца а присылает откровенный паленый хлам которому место на свалке но раз вы покупаете айфоны телефоны которые изначально дешевые ну так купите нормальные аксессуары к нему оригинальные они всякие поделки на вб и озоне 1000 рублей а потом люди еще и жалуются что-то не оригинал без как говорится поздно пить боржоми когда уже отказали почки идем дальше нашла еще один примечательный товар смотрите какая красота видеокарта amd radeon rx с 8 гигабайтами видеопамяти на борту и по такой вкусной цене всего-то каких-то жалких 11 тысяч и неважно что она стоит в районе 17 тысяч 500 человек уже ее приобрело на момент съемки этого видео прям захотелось тоже приобрести окей предположим вы ее купили и несете к себе домой счастливы она вас заработала каким-то чудом и вы сможете насладиться любимыми играми в 4к но скорее всего вас будут ждать настоящей ебли с ней и возврат обратно и то навряд ли у вас получится сдать посылку продавцу потому что товар технически сложный а сервисов которые делают диагностику подобных товаров зачастую маркетплейсов нет а даже если таковые имеются то ждать вам придется но очень долго это тыква иными словами смысла в этой карте ноль просто кусок бессмысленной пластмассы с которого ничего потом не сделаете вероятнее всего вы даже не сможете драйвера на нее воткнуть от amd и в целом систему это видеокарта примерно как вы наверное видели что iphone выглядит как iphone но оболочка от андроида это видеокарта что-то типа этого внешне amd а начинка полностью нерабочая говно бедно эти 500 человек которые купили ее боюсь представить их разочарование после покупки кстати у этой видеокарты тоже фотки спишь в наглую с официального сайта amd и других магазинах люди покупают даже не зная что в итоге там окажется давайте почитаем отзывы только как мы договорились не будем читать первые сделаем выборку отзывов из последних снова екатерина и пишет что за место видеокарты прислали соль сильное заявление проверять я его конечно не буду блять соль серьезно как вам нормальный расклад получите и распишите соль за 11 тысяч рублей что ж там за такая охуенная соль ну ладно вот про что я и говорила у человека видеокарта не выводит изображение на монитор самая хреновая карта никому не советую ее брать олег пишет продавца не советую карта отстой возврат тут еще пишут что если карта не работает сдать не сможете пиздец вот еще я ничего не придумываю это реальные вам отзывы от реальных людей 6 сильно греется даже на настройках графики виснет видеокарта для самых простеньких игр вылетает в играх и так далее и тому подобное но вот и собственно все сами видели как желание людей сэкономить приводит к последствиям скупой платит дважды я могла бы еще 10 примеров вам привести но думаю этих вполне себе хватит чтобы понять всю ситуацию абсурда при желании можно найти видео отзывы людей где они рассказывают как сложно вернуть обратно товар в пункт выдачи если вы его уже забрали и унесли домой этими историями заполнен интернет какую же итоговую черту можно подвести всему вышему сказанному я вам все специально показала что даже хорошие оценки отзывы вообще ни на что не влияет даже плохой отзыв может быть куплен а может и нет но соль за место видеокарты это полный что я и пую плачку за столько ущербная ситуация хорошо что человек сразу проверил на пункте выдачи посылку а то потом бы остался солью за 11000 единственный рабочий совет вам дам покупайте все в проверенных времени местах и постарайтесь разузнать тщательно про вещи которые собираетесь купить сегодняшнее видео хорошо показывает кто такие покупатели продавцы одни пытаются продать ширпотреб под видом оригинала а другие в попытке сэкономить лишних денег готовы купить лишь бы что но жертвуя качеством это то же самое как купить mercedes задешево хорошие вещи стоят нормальных денег и . лучше подождать и потерпеть накупить изначально хорошую вещь которая прослужит намного дольше и удовольствие вы получите больше чем купить очередное говно и мучаться с этим потом моя позиция такая нет денег и не надо влезать в это я уже заранее предвижу как половина населения нашей необъятной страны побежала за новыми айфончиками в кредит и с наушниками за тысячу грех и смех одновременно здесь даже не надо быть вангой чтобы предсказать будущий исход событий все более чем очевидно а потом и непременно надо обязательно поныть в отзывах но бывают кадры которые правда ничего не понимают и думают что покупают оригинальные вещи как с примером про наушники а вообще вам так скажу что лучше конечно же покупать сложные технические товары в крупных сетях магазина в живую телефоны видеокарты мониторы там вы хотя бы вернуть сможете обратно в течение 14 дней если что-то сломается или обменять на другой аналогичный товар но с озоном или любым другим маркетплейсом будет сложнее и скорее всего вы не вернете его обратно как я например недавно покупала лампу светодиодную в марлени это не реклама просто я сама там часто все покупаю и байке уже давно нет в россии значит купила я прихожую эту лампу у меня на один день погорела и потом все я пошла обменяла на такую же новую чек коробки сохранила и мне без труда выдали лампу в тот же день еще одна история из жизни но это уже касается не озона и малбереса это касается сбер маркета я в прошлом году решила заказать там себе массажер для спины так как я часто сижу работа у меня болит спина в общем я заказала массажер пришла заказала его на сбермаркете открыла посмотрела вроде бы ну цел ну причем была в том что я не могла его подключить там и проверить но когда я пришла домой я его начала включать и он не работал включала его все в розетке в доме в итоге он не работал я написала продавцу типа так и так у меня не работает массажер он отправил меня именно вот сам магазин который находится благо в москве и мне пришлось ехать на киевскую чтобы показать и сделать возврат но они мне предложили сделать обмен благо у меня остался электронный чек я отдала им массажер вот мне просто позабавило то то что когда я им этого массажера не начали его проверять человек который проверял его включил и типа якобы незаметно двигал право и когда он не вот и калмассажеров включился в какой-то момент но выключался эту 5 такому пытаешься на я сказала нет либо возврат либо обмен денег либо обмен товара ну в итоге не сказали хорошо но вам придется подождать и я ждала месяц чтобы мне обменяли товар лучше я согласилась на возврат денег ну серьезно в итоге мне потом пришлось снова ехать на эту киевскую чтобы забрать этот массажер и благо с этим было все нормально в общем то еще одна так сказать ситуации жизни что еще раз привожу к тому что лучше сохранять чеки я знаю что это банальщина но лишний раз напомнить не помешает это видео ни в коем случае не попытка обвинить marketplace и в откровенном разводе и обмане а в целом все хороши продавец и покупатель а marketplace вступают в роли посредника между первыми и вторыми лицами своего рода каковита только с уклоном на новые товары marketplace и имеет процента с каждой продажи и не всегда администрация площадок может ручную проверять каждого продавца а некоторые особо умные покупают аккаунты в даркнете у которых уже есть целая история продаж отзывов рейтинги и затем выкладывают трей на мусор я сама часто заказываю в интернете что-то по мелочи например стойку для гитары вешалки для одежды и много чего еще но прежде чем добавить корзину я сравниваю оцениваю узнаю читаю и только потом принимаю решение купить вещь но многие люди импульсивно покупают вещи у них какой-то рефлекс срабатывает им что-то нравится и берут без раздумий а потом пишут отзывы штыкный и тому подобное то двое к ситуации на самом деле продавцы часто этим пользуются вот клювей заблуждения главное помните одну золотую истину если вам кажется что вас хотят моим то вам явно не кажется на этой веселой или не очень ноте я с вами буду прощаться напишите пользуетесь ли вы маркетплейсами интересно будет почитать увлекательные истории от вас увидимся в конце месяца на хэллоуин разберем очень интересную историю планируется большое видео не пропустите следите за новостями в моей группе пока все полезные ссылки есть в описании под видео хорошего дня с вами была мария не прощаюсь еще свидимся